Я насрав, зубив шаровары танцують и боевый опак. Бывало таке, звісно, раніше, але сьогодні щось тут не так, щось тут не так, щось тут не так, щось тут не так. Всем привет, друзья, с вами Кэмл. У нас сегодня уже 5 апреля. На выходные я ничего не записывал, так как это же выходные, надо отдыхать. Ну а вчера был просто занят, поэтому, извините, дневник не вышел. Поэтому поговорим сегодня о том, что происходит, что произошло и так далее. Конечно, очень много тонн кирпичей выстроили после того, как наши войска ушли из Киевско-Черниговских областей. Но у меня мысль какая, что что-то очень нужно было сделать в Киеве или под Киевом. Это не обязательно там только сковывание войск, но еще, наверное, какие-то были причины, по которым там мы держали войска. И сейчас все это сосредотачивается на основном направлении. Это Донбасс, это юг, это Харьков. В общем, для того, чтобы обеспечить нам там преимущество в живой силе. Вот. Как говорят, назревает сражение. Сегодня у нас Зеленский заявил, что ни о какой демилитаризации, там демилитаризации речи не будет идти, не будет разговаривать. Но сейчас здесь все понятно. Крышняк у Зельца едет дальше некуда. Поэтому, как говорится, пошел он в жопу. Я вообще не знаю, о чем здесь можно разговаривать с этим латексным наркотом. Ну, про провокации с Бучей здесь много чего сказали, много рассказали с этим фейком, много разбирались. Поэтому не будем его касаться. Я вот о чем хотел поговорить. Я хотел поговорить с вами о так называемых экспертах. Потому что у нас очень многие люди, как говорится, мнят себя военными экспертами и прочими. Я не буду называть фамилией. Ну, скажем так, очень известный блогер. В первую очередь по ЖЖ и по Телеграм-каналу. И не хочу называть просто. Потому что во время войны, как говорится, о своих плохо не говорят. А от него плюс, что он работает на нашей стороне. Но сразу скажу, что никаким он военным экспертом не является. Хотя себя таковым мнит, безусловно. И все время рассказывать, что там я военный эксперт туда-сюда. Нет, дорогой мой, ты не военный эксперт. Ты даже дня в армии не служил. Я вам объясню, что нужно, чтобы стать военным экспертом действительно. Для этого нужно начинать лучше с военного училища. Пройти вот эту всю низовую вещь. Изучать тактику в разрезе башня-полбашни-трак. Ну, или боевой устав сухокутных войск. Он называется официально отделение взвод рота. Вот с этого надо начинать. Потом ты приходишь служить. И ты продолжаешь все это изучать. Становишься командиром роты. И ты уже должен знать, как действуют не только твои подчиненные, но и на ступень выше. То есть батальон. Ты изучаешь, изучаешь все это. Служишь. Растешь и уходишь в академию. И уже в академии ты, скажем, поднимаешься еще выше уровня. И начинаешь смотреть сверху на все. Там тебя учат очень много на самом деле в академии. Как человек, который закончил военную академию, могу сказать, что мы очень много действительно работали с картами. И вот прежде чем тебе, допустим, совершить марш, ты должен понять, сколько тебе нужно действительно информации о себе, о противнике, туда-сюда, местность, куда мы идем. И так далее. И вот ты заканчиваешь академию. Служишь дальше. Бригада может что повыше. И если повезет, если повезет, ты уходишь в академию генерального штаба. А это стратегический уровень. И вот после того, как ты там отучился, как ты послужил на каких-то штабных должностях или на командных должностях, где действительно уже уровень такой мощный, допустим, армейский. И вот тут с этого момента можно считать, что ты можешь называть себя экспертом. Но не раньше. А то какой-то там олух сидит, рассказывает, что там надо, что там не надо. Это не эксперты, простите. Я к чему все это рассказал? А к тому, что нужно осторожно обращаться с информацией и осторожно следить за всякими там различными блогерами. Я уж там не буду называть их, еще раз говорю. Это я говорил про одного. Ну, теперь можно назвать. Там есть блогеры-миллионники. Биллионники, Ануфриенко, Подоляка. У них истерики. Они постоянно, они больше истерички на самом деле. Хотя у них с точки зрения там подачи информации, да, действительно есть интересные вещи. Но истерят очень сильно. Они не профессионалы в первую очередь, поэтому они истерят. И они действительно не знают замыслов. Какие есть замыслы нашего командования? Были первоначально, что изменилось, что у них сейчас. Мы этого не знали и не знаем. Ну и особенность, если еще кто-то смотрит, Лошаря Тоника. Вот эту истеричку вообще смотреть не рекомендую. Потому что там одна истерика. Он там своим не стал, здесь своим не стал. Поэтому парнишка стрет кирпичами дальше, чем видит. Наверное, выстрел уже не одну китайскую стену. И там уж пару Мадридов точно можно перестроить заново. Поэтому, друзья мои, живите своей головой. Как говорил Саша Белый в известном сериале «Бригада». Живи своим умом, пчела. Без этого никак. Я вот это вам хотел рассказать. Поговорить именно об этом. Что всяким различным блогерам, военным корреспондентам. Особенно, когда они обосрались. Тут недавно было с Белгородом. Там якобы поступили пленные на обмен. Там у них кастрированные. И так далее. Ну, ребят, смотрите. Таких пленных, если действительно они покалечены. Их проще пристрелить, но ни в коем случае не менять. Здесь даже уже мозгов нету, чтобы подумать. Делать такой вброс. Это первое. Второе касается военкоров. Действительно, люди делают свою работу. Очень много интересного. Но, понимаете, военкор он видит только вот перед собой. Больше остального он знать не может. Остальные его источники это либо официальные сводки Министерства обороны. Либо агентство ОБС. То есть, одна бабушка сказала. Поэтому и к их информации нужно относиться как-то более внимательно. Критично нужно ко всему относиться. Без этого, как говорится, нам победа не беда. Без критичного отношения ко всему ничего хорошего не будет. Будут шарахаться. Будут все истерить. Чего от нас и добивается противник. Вот. Это, в принципе, что я вам хотел сегодня рассказать. И да, там есть еще такой у хохлов центр проведения специальных операций. Там говорят какие-то особенные такие операции, методички. Ребята, у них нету ничего. У них наглость. И все. Кроме наглости и жестокости больше ничего нет. Никаких там особых психологических операций. Да, они, блядь, лохи. Они были лохами и остались. И их счастье, что там за них работает все НАТО, с которым, кстати, мы фактически сейчас и воюем. Это не с этими же его долбанными, обдолбышами из Украины. С ними там воевать нечего. Они как были, никем так и остались. А вот то, что мы воюем с НАТО, да. Глаза и уши НАТО, да. Вот это действительно так. Поэтому, друзья мои, призываю вас ко всему относиться критично. Иначе ничего хорошего не будет. Ну, вот такие вот на сегодня у нас записи в нашем дневнике. Берегите себя. Мирного неба над головой. И пусть все у вас будет хорошо. Бай-бай. Бай-бай.